Ежегодный публичный отчет о результатах независимой оценки качества оказания услуг рассмотрели сегодня депутаты окружного собрания на предсессионном комитете. Перед парламентариями выступила вице-губернатор Наталья Сидорова, рассказав об итогах опроса, которым оценивалось независимое мнение по работе учреждений Ненинского округа в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. По итогам опросов, мониторинга сайтов учреждений, был сформирован отчет о независимом мнении потребителей услуг, то есть жителей Ненинского округа. Так, согласно данным, наивысший показатель среди четырех учреждений культуры, которые участвовали в опросе, у Ненинской центральной библиотеки имени Печкова, наименьший у клуба «Созвездие». Среди десяти образовательных организаций, участниц независимой оценки, лидирует детский сад «Гнездышко». Низкий показатель у Ненинского профессионального училища. В сфере здравоохранения независимую оценку проходили пять учреждений по различным критериям. По результатам проведенной независимой оценки по всем учреждениям здравоохранения, также были представлены ряд рекомендаций и пожеланий. По Ненинской окружной стоматологической поликлинике, такие как расширить площадь учреждения, увеличить количество специалистов по стоматологам. По Ненинской окружной больнице отмечены рекомендации, такие как хорошие комфортные условия пребывания в больнице. Вместе с тем есть и такие рекомендации, как заменить ватные матрасы, увеличить время забора крови. Среди учреждений социального обслуживания в независимой оценке участвовали Пустозерский дом-интернат и комплексный центр социального обслуживания. Как отметила Наталья Сидорова, участники опроса по этим двум учреждениям дали положительные оценки, отметив лишь необходимость незначительных улучшений. По итогам, обоими департаментами, как департаментом здравоохранения, так и департаментом образования, приняты распоряжения, сформированы соответствующие планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки. Все аналитические материалы направлены руководителям учреждений. В каждом учреждении также разработаны свои планы. Информация вся имеется как на сайтах органов власти, так и на сайте тех организаций, которые у нас проходили независимую оценку. По итогам выступления, заместитель председателя собрания депутатов Нинецкого округа Максим Арбузов высказал ряд рекомендаций профильным департаментам. Принять меры по строительству, ремонту Анатольевна, а также по материально-техническому обеспечению и деятельности окружных организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, включая создание условий для доступности к посещению маломобильными группами населения. Принять меры по устранению очередей в городской поликлинике, также направить план устранения выявленных независимой оценкой недостатков. Добавлю, оценку независимого мнения осуществлял оператор, научно-технический центр «Перспектива». Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал «Север».